Привет всем, ты взглянул ко мне на канал, снимаю видео о пастых баночках за два месяца, это за ноябрь, за декабрь, как-то я под задержала баночки ноября и уже в декабре поняла, что там у меня все посмешалось, я решила, что пусть будет как в прошлый раз, баночки за два месяца, я приношу свои извинения, если кому-то это, ну, скажем так, не нравится, ну, простите, пожалуйста, так вышло. Но прежде чем переходить к продуктам, мне хочется озвучить немножко информации, дело в том, что недавно на моем канале был конкурс и впервые, да, впервые за все розыгрыши, которые я проводила, у меня не объявился один победитель. Это приз за четвертое место, зовут ее Елена Проценко, я не знаю, с чем это связано, мысли разные, возможно, у человека довольно-таки уважительные причины, да, всякое в жизни бывает, может быть, человек просто не хочет получать приз за четвертое место, его бы устраивал только там приз за первое или за второе. Вот, очень жаль в таком случае, можно было бы хотя бы написать, это и для меня какая-то лишняя головная боль, потому что девочки, им огромное спасибо, кто очень оперативно отписался, посылки ушли еще неделю назад, прошлый вторник, уже девчонки начали их получать, вот, а здесь одна коробка, и ни туда, и ни сюда, в общем, я, конечно, еще подожду до Нового года, а в первых числах 22-го года мы с вами встретимся, и, я думаю, эту посылочку за четвертое место переразыграем, ну, возможно, для кого-то эта новость приятная. Ну, а я, собственно, приступаю к продуктам, и, как всегда, начинаю со средств для волос. У моих мужчин закончился вот такой шампунь, точнее, это даже два в одном, гель для души и шампунь Head & Shoulders, порт с ароматом сандалового дерева. Очень понравился, моим мужчинам все равно, что написано два в одном, если написано Head & Shoulders, значит, мы будем его использовать исключительно, для волос. Прекрасно промывал волосы, период чистоты неплохой, где-то день-два, приятный аромат оставался на волосах, такой теплый, древесный, сладковатый, и никаких рецидивов перхоти, поэтому нам все понравилось, и, конечно же, буду встречать по акциям, буду приобретать этот продукт еще. Я прошу прощения сразу за то, что мне придется поругать следующий продукт, потому что это был подарок. В общем, это Кафе Мими, мужской гель-шампунь для тела и волос с экстрактом женщиня и аргинина. В гелевом теге я говорила о том, что мне не нравятся гели для душа вот в таких упаковках от Кафе Мими, и, как оказалось, не только мне, а моим мужчинам такая упаковка тоже не нравится, они ее просто не видят. Вот будет стоять бутылочка, и будет стоять вот такое средство, они будут брать бутылочку, а эту, ну, попросту не замечать. Я брала с собой это средство еще на юг, и вот я взяла, по-моему, фа и данный продукт. Так вот, фа они использовали очень активно, а к этому даже прикасаться не хотели, поэтому мне пришлось привезти его назад, поставить здесь уже дома, и я понимаю, что дома они тоже не хотят его использовать, но не будешь я над душой стоять, да. Мне пришлось убрать просто все бутылочки их, сказать, вот пока не используете, ничего другого вам не поставлю. В общем, кое-как, с горем пополам они его добили. Здесь вообще небольшой объем, 100 мл, если бы я использовала его в качестве геля для душа, мне бы хватило раза на два. В общем, здесь все неплохо, и перхоти у них на фоне его применения не возникло, и аромат достаточно приятный, такой освежающий, но, повторюсь, упаковка не наша, поэтому я такие продукты приобретать в дальнейшем не планирую. Следующее средство, здесь я буду, скажем так, расхламляться. Я поняла, что, да, держать уже незачем и ни к чему. Это Космио Мэн, вот такой тоник для волос. Он содержит провитамин В5 и рассчитан на укрепление волос, а также бороться с перхотью. Когда-то приобретала в Ашане, собственно, Космио, это именно их фирма, и использовала следующим образом. Перед мытьем головы, там, допустим, за час делала массаж своим мужчинам, массаж головы, да, с этим средством. И дальше, как бы через час, они уже мыли голову. Где-то год, да, мы старались его использовать более-менее активно, а потом, что сын забраковал, да, сказал, не надо. Кстати, да, если втереть его в голову и не помыть, то это будет все очень-очень некрасиво, поэтому по-другому никак. Да, а что касается мужа, он обычно сейчас приходит с работы сразу в душ, и, собственно, да, сидеть час и ждать, пока я там массаж ему головы сделаю, он не будет. В общем, так и зависло это средство, и не туда, и не сюда. Оно представляет собой двухфаску, как видите, да, ее нужно активно взбалтывать перед использованием. Приятно, достаточно пахнет. Здесь есть ментоловые нотки, это морские нотки, и еще цитрусовые. Да, ну, из-за того, что не очень оно комфортно в применении, то, соответственно, и советовать его не хочу. Так, теперь что касается моей доченьки. Она использовала вот такое средство от PlayBass. Это серия смешарики с крошем, собственно, ради него и выбирала. Аромат ягодный микс, и данное средство можно использовать как три в одном. Как шампунь, как гель для душа, ну и, соответственно, как пену для ванн. Использовали как шампунь и как гель для душа. Ну, лично мне не понравился эффект ни в одном, ни в другом случае. Как шампунь сушит волосы. Как гель для душа очень быстро исчезает аромат, плюс он не очень интересный, вот этот ягодный микс. Ну, какие-то конфетки ягодные, все. Ну, вот ребенку захотелось именно кроша. И я уже говорила про такие бутылочки от PlayBass. Мы здесь платим, а стоит данное средство порядка 270 рублей. Мы приобретали в Перекрестке, но он также встречается, по-моему, в Ашане, в других гипермаркетах. Так вот, мы платим эти 270 рублей за вот эту игрушку. Благо, здесь она прям как полноразмерная, можно считать. Ну, тут у него и ручки, и ножки. И, конечно же, мы ее в качестве игрушки оставим. А так бывает вот чисто одна голова и, собственно, все. А содержимое вот этих денег, оно совершенно не стоит. Поэтому, ну, конечно, если ребенок очень просит, можно пойти на уступки, а так, я считаю, что можно и обойтись. Ну, а теперь давайте перейдем к тому, что в основном использовала я. Начну со средств специфических. Во-первых, вот такой скраб для кожи головы от Натуры Сиберика с вулканической глиной с эффектом детокс. Это, наверное, первый скраб для кожи головы, который мне действительно понравился и подошел. Он достаточно, ну, такой плотненький, да, среднего размера скрабирующие частицы. И если брать, например, в отличие от облепиха Сиберика или же от скраба от Ифраше, мне достаточно легко было его, скажем так, проталкивать коже головы. Потому что у меня волос достаточно густой. Если говорить про Ифраше, там были очень крупные солевые частицы, которые просто у меня оставались на волосах и благополучно соскальзывали вниз, да, на полудушевую. Что касается облепихи Сиберика, то там большое количество вот этих частиц разнокалиберных, которые где-то проникали, где-то не проникали. Мне очень трудно было тот скраб вымывать. Вот здесь вообще никаких проблем у меня не было. То есть проскрабировала, два раза, как обычно, промыла шампунем, дальше бальзамчик и все, средство полностью смылось. Очень приятный, кстати, у него аромат. Пахнет где-то немножко глиной, где-то чем-то таким сладковато-фруктовым, свежим. И после его использования волосы объемные у корней, хорошо очищенные. В общем, мне данный скраб понравился, повторяюсь. И в дальнейшем как-нибудь его обязательно повторю. Далее масло от Эко-лаборатории. Все какое-то маслянистое. Я его промывала. Это у нас масло для волос, для восстановления ослабленных и секущихся волос. По-моему, объем здесь приличный, 200 мл. Содержит органовое масло, органическое масло оливы, миндаля, зародыши пшеницы, витамины Е, коллаген и комплекс молочных протеинов. Имеет приятный такой теплый органовый аромат. Использовала предварительно нагрев на водяной бане. Далее наносила на все полотно волос под шапочку. Ну и бывало где-то даже полдня ходила, занимаясь какими-то домашними делами. После того, как волосы промываешь, как обычно, они очень мягкие такие, напитанные, шелковистые. Все замечательно. Но использовала редко, потому что это довольно такие... Не сказать, что трудные, но все равно танцы с бубнами. И когда ты наносишь масло на волосы, нет-нет, да что-нибудь на шею стекает. В общем, я не очень эту процедуру люблю, если честно. Да, вот если маску нанести, это да, она плотненькая, она не течет никуда. А с маслом все-таки и предварительно нагреть его надо. Все в таком духе. Поэтому закончила, как бы, что называется, заставила себя там, оставалась буквально на одно применение. Думаю, ну все, чтобы в этом году его выбросить. Вот, а так в целом, если вы такими средствами увлекаетесь, я со спокойной душой могу советовать, потому что он действительно работает. Так, теперь давайте перейдем к уходовым парочкам. И начну, собственно, с саны, потому что эта пара закончилась у меня первая за данный период. Это Color Glance. В общем, подходит для окрашенных волос. Содержит гуарану и гранат. Ну, такая средняя проходная парочка. Аромат не граната. Скорее, какие-то кисленькие ягодки. Еле-еле уловимые. Шампунь неплохо пенился, неплохо промывал волосы. Немножко их подсушивал. Безусловно, после него требуется дополнительный уход. Что касается бальзамчика, средний по консистенции. Когда смываешь, ну, вроде бы, сделал какую-то работу. Ну, можно было бы и получше. Где-то на 3 с плюсом, на четверочку. Поэтому, да, если вам данная пара может попасться по очень хорошей цене, то, собственно, попробовать можно. Но если не попадется, и вы не попробуете, то вы совершенно ничего не потеряете. Единственное, я хочу сравнить с парой, которую я вам показывала в июне месяце. Брала с собой на юг в Анапу. Там, по-моему, был мед и ваниль. Так вот, в сравнении с медом и ванилью, данная парочка понравилась мне немножко больше. А еще, когда-то девчонки в комментариях спрашивали, просто рассуждали о том, насколько Исана похожа с Болея. Так вот, сейчас у меня впервые в использовании стоит Болея. Я хочу сказать, что если сравнивать с Исаной, они похожи, да, в принципе, это и другая фирма из Германии, и по упаковкам, да, вот это яркое, сущное оформление. Но в использовании Болея на две головы, а может быть, даже больше, выше, чем Исана, по качеству, по действию. Я имею в виду именно волосы. Может быть, и по поводу геля для душа можно в таком же формате порассуждать. Но вот в данном конкретном случае я сравниваю шампуни и бальзамы. Далее пара, которая довольно специфична по своему действию. Это Хамам Органик Оилс Ред Пеппер. Египетский шампунь, и, соответственно, к нему египетская маска. Я думаю, вы поняли по названию, что здесь присутствует красный перец и еще органическое масло шафрана. Хамам Органик Оилс – это наша отечественная фирма. По оформлению можно подумать, что это нечто импортное. Нет, это Натура Вита. Россия – город Нижний Новгород. Действия данных продуктов направлены на то, чтобы укреплять волосы в случае их выпадения, а также ускорять рост. Что касается шампуня, он ярко-малинового цвета. Аромат, что у одного, что у другого продукта, я бы назвала ближе к нейтральному, но все-таки чувствуется в аромате присутствие красного перца. Но при этом верхние дыхательные пути не раздражают, не вызывают какого-то кашля, удушья и все в таком духе. Шампунь неплохо пенится. После того, как его смываешь, понимаешь, что он безбожно сушит волосы. Тем более, если они были изначально подвержены какому-либо химическому воздействию, например, обесцвеченные, как у меня, или же просто окрашенные. И да, после данного продукта требуется довольно мощное средство, чтобы, скажем так, выправить ситуацию. Что касается маски. А, да, забыла еще отметить. То, что при использовании шампуня ощущение тепла я не испытывала. Но, в любом случае, советую данный продукт смывать, запрокинув голову назад, не допуская того, что струи воды будут попадать вам в глаза. Потому что, если в глаза попадет, раздражение будет, покраснение глаз обязательно будет. Далее, после шампуня я использовала маску и поняла, что в плане ухода здесь совсем все плохо и никак. В общем, она не распутывает, не разглаживает. Ее основное действие – это как раз разогревать кожу головы. Разогревающий эффект наступает постепенно, но достаточно быстро. Я не знаю, может быть, у меня высокий болевой порог, да, но вот какого-то сильного дискомфорта, боли, там, так, что вот прям жжет, нестерпимо и нужно быстрее смыть. Такого не было. Да, я чувствую тепло и очень хорошо тепло. Ну, где-то минут 15 я спокойно ее выдерживала. Далее смывала. И так, как я понимала, что уходовых свойств от этой маски мне недостаточно, я использовала какую-либо еще маску или бальзам. Сразу хочу предотвратить вопросы, потому что в последнее время задают, да, зачем ты используешь, если тебе сушают волосы. Ну, тут как бы два аспекта. Во-первых, мне достаточно трудно расстаться с продуктом, выбросить его. Я к этому долго иду. И вообще считаю, что там одно применение, оно как бы мало информативно, да, потому что, ну, мало ли какие-то обстоятельства так совпало, и продукт совершенно не виноват. И мне кажется, надо как минимум два-три раза использовать и только потом делать какие-то выводы. Ну, и второй момент, это, конечно же, канал. Хочется быть информативной, пробовать разные продукты и рассказывать вам. Итак, подводя итог, скажу, что девочкам, у кого волосы были подвержены химическому воздействию, обесцвеченные, либо же окрашенные, я бы не рекомендовала такой варварский способ укрепления и усиления роста. Но если волосы нормальные, да, если вам необходимо их укрепить, я не знаю по поводу, да, предотвращения выпадения, я как-то, слава богу, с этой проблемой особо не сталкивалась. Но вот по поводу усиления роста, это, да, это было отмечено, так как по корням я заметила, за время применения данных продуктов волосы отросли сильнее. И еще такой момент, да, забыла сказать. Понимая вот это вот иссушающее действие, я старалась данные два продукта использовать очень дозированно, чередовала, там, использовала один раз их, да, а потом далее четыре раза я использовала какие-то другие продукты. И таким образом за два месяца у меня эта парочка ушла. Следующий шампунь от Лепетимор Селье совершенно очаровательный. Это мягкость и уход, который содержит молочко и цветок липа. Очень хорошо пенится, экономичный расход, приятно пахнет липой и очень мягко работает с волосами и при этом хорошо их промывает. Я бы, наверное, даже сказала, если волосы не обесцвеченные, как у меня, то можно вообще обойтись и без бальзамов, и без масок. Потому что вот смываешь, волосы такие хорошенькие, мягенькие, приятно пахнут, просто замечательно. Поэтому от души советую. Я не знаю, Лепетимор Селье обновляли свою линейку шампуней и продается он еще или нет, но шампунь очень достойный. Мне же, конечно, требовалось дополнительный уход, так как волосы обесцвеченные. И в этом случае мне вполне хватало действия вот такой маски от Калос. Заказываю я обычно ее на мейкап, неоднократно хвалила. Это, по-моему, у меня уже третья маска, которая закончилась. В данном случае это Милк. Все маски, которые я пробовала, обладают прекрасным ароматом. Здесь у меня аромат молочного коктейля. Средние по консистенции, не слишком густые, да, они баттерные, но при этом и не жидкие, не текучие. Хорошо обволакивают волос. Когда смываешь, понимаешь, что эта маска делает свою работу неплохо. Я, кстати, всегда их хвалю, да. Но, может быть, стоит отметить, то, что бывают маски лучше. Я согласна, более насыщенные, более выраженного действия. Но, вот, по мне, да, учитывая их стоимость, удовольствие от применения, они очень даже хороши. Кстати, анонсирую, да, в покупках я покажу вам очередную масочку от Калуза. Сделала я еще один заказ на мейкап. Так, ну и заключительные три продукта в этой категории. Точнее, изначально это был Квартет. Я говорю про Глискур, серия Бондинг, реставрация волос. Итак, это шампунь, это бальзам, маска. И что касается несмываемого средства, то оно у меня еще осталось в использовании. Я думаю, там еще хватит на долгое время. Девчонки, мои волосы просто пели от восторга. Говорили мне спасибо, когда я поставила в использовании данные продукты. Видимо, они настолько истосковались по вот этим классическим глискуровским силиконам. Но здесь, я считаю, замечательно все. Начиная с аромата, такого сладкого, насыщенного, почулистого, я не знаю, парфюмерного, собственно, одинаков во всех четырех продуктах, остается на волосах. Продукты очень насыщенные по консистенции. Даже если взять шампунь, то мне его действие понравилось, наверное, даже больше, чем у Лепетимор Селье. Хотя, повторюсь, Лепетимор Селье слипый, он очень даже неплох. Но вот смываешь глискур, и волосы мягкие, распутанные, и практически совершенно не требуют никакого дополнительного ухода. Я только один раз использовала все четыре средства, то есть шампунь, дальше бальзам, дальше маска, дальше несмываемое средство. Я поняла, что я катастрофически перепитала свои волосы, они уже на следующий день были несвежие, и в дальнейшем я использовала только два продукта, либо это шампунь плюс бальзам, либо это шампунь плюс маска. Ну и, соответственно, перед укладкой немного несмываемого средства. Прекрасно укладываются, кончики напитались, увлажнились, и это при том, что я давненько их уже не подстригала на тот момент. Единственный недостаток, на мой взгляд, данные продукты просто убивают объем. Волосы очень тяжелые, да, и они лежат вот прямо, ну, прямо, скажем так. Поэтому мне пришлось вспомнить с этими продуктами про укладочные средства, в том числе и пудра моя, которая приподнимает волосы у корней. Да, это вот единственный, на мой взгляд, недостаток. Но продукты реально мощные, я сокрушалась, что очень давно, наверное, уже лет 10 я не приобретала Глискур. Когда-то я довольно активно им пользовалась, перепробовала все линейки, и, собственно, мне стало скучно, я решила пробовать что-то новое, другое, да, и сейчас поставила себе цель заново как бы все линейки у Глискур попробовать. Да, еще такой момент, мне девчонки писали в комментариях, что вот эта бондинг-серия, она такая самая сильная вообще из всех, наверное, соглашусь, забегая вперед, и говорили о том, что сняли вот эту серию с производства. Я не знаю точно, да, они сейчас перевыпустили, изменили упаковки, и мне действительно кажется, что бондинг-серии, бондинг-серии я не увидела в магазинах, но если вам она нужна, то обратите внимание на сайт Майкап. Буквально недавно, неделю-две назад я шерстила сайт и наткнулась, что данная серия на сайте присутствует, цены достаточно приемлемые. Ну, собственно, это все, что я вам хотела про средства для волос рассказать, и теперь давайте перейдем к герем для душа. Итак, у моих мужчин закончился гель для душа от FAMEN энергия полинезии линейка свежесть грозы, пробуждающий свежий аромат. Действительно, аромат свежий, есть в нем ментоловые нотки, я бы даже сказала озоновые, действительно, как после грозы и еще древесные. Ну, вот в чем дело, мне показалось, что это линейки энергия полинезии, что свежесть грозы, что сила вулкана, недостаточно плотности аромата, недостаточно яркое раскрытие, то есть, тут он какой-то раз и довольно быстро улетучивается, практически не остается на теле. Если сравнить с гелем для душа FAMEN те же ночи и PANEM там раскрытие прям вообще на всю ванную и шлейф такой за моими мужчинами тянулся, и там сразу возникает желание продукт повторить здесь, ну, вот, совершенно нет. И еще подошел к концу TIMOTY MAN заряд энергии два в одном экстракт кедра, который мы приобретали в фикс-прайсе. Здесь гель ярко-голубого цвета и с не менее ярким ароматом. он, кстати, в бутылочке довольно сдержанный, но при контакте с водой это просто пушка, потому что он настолько яркий, настолько плотный, настолько насыщенный, он остается в душевой, он остается довольно долго на мочалке, он остается на теле. И здесь, да, здесь на любителя, потому что мне в комментариях писали, что он слишком, ну, как бы это выразиться-то не грубо, удушливый, вонючий, да, нет, нам наоборот, это, как говорится, каждому свое, у меня мужчины любят яркие, насыщенные, да, плотные ароматы, то же самое я люблю в геле для душа, поэтому, собственно, мы остались очень довольны, аромат, повторяюсь, освежающий, древесный и очень насыщенный. Ну, а далее мои гели, я буду показывать в разноброс, какой попадется. Первый, который подошел к концу, это Невея, линейка СПА, натуральная глина и в данном случае у меня шалфей и гибискус. Ну, скажем так, оставил довольно-таки равнодушные, здесь действительно чувствуется в аромате присутствие глины, далее здесь чувствуется определенно шалфей, что же касается гибискуса, вот не первый раз я встречаю гибискус гелик для душа и были варианты гораздо интереснее, он там был какой-то более терпкий, сладковатый, здесь я вот этого всего не почувствовала, вот он получился такой, что называется, ближе к нейтральному и я бы назвала его довольно скучным, поэтому, конечно же, повторять и возвращать в коллекцию такой продукт мне не хочется, по-моему, который идет с зеленой глиной, он поинтереснее, далее натура Камчатка от натура Сибирика увлажняющий гель для душа цветущая тундра на основе пяти роскошных масел сибирских цветов, я не сразу поняла этот гель для душа, по-моему, первые раза два я говорила, фу, какая-то болотная жижа, совершенно непонятная, но буквально под конец я прониклась и я почувствовала вот это раскрытие этих масел и аромат я поняла, что достаточно такой дорогой, да, просто он не яркий, он не сладкий, какой-то вот типа почули, да, или ирис, я бы сравнила его по раскрытию с Палмолев роскош масел, но в Палмолев все-таки больше выражены вот эти сладкие нотки, поэтому он звучит поинтереснее, а здесь вот ты головой понимаешь, что аромат достаточно дорогой, ну, вот, как по мне, не очень интересный, но при этом действие шикарное, действительно чувствуется присутствие вот этих масел, которые и подпитывают, и увлажняют кожу, и вот смываешь, кожа бархатистая, так что в целом я оценю данный продукт весьма позитивно, но вот повторять не хочу. Далее, Mix & Fizz это у меня супердраг, который заказывала на Ватсонс, на английский, по-моему, гель для душа с ароматом дайкири, а в частности здесь у нас присутствует маракуйя и манго, с одной стороны он классный, вкусный такой, сочный, тропический, но ты чувствуешь вот эту всю прелесть где-то минуты 3-4 от силы. Далее он куда-то испаряется, исчезает, он совершенно не плотный и не остается буквально и следа от него ни на коже, ни тем более в ванной комнате, поэтому нет, совершенно нет никакого желания повторять или советовать его вам в качестве скажем так обязательного продукта, который стоит попробовать. Ежевичный мусс от Палма Лифлинеечка Гурмэ Спа, для меня это аромат конфет фрутелла, только фрутелла у нас обычно нет с клубникой, если бы фрутелла выпускалась ежевикой, может быть она выпускается, я не в курсе, то она бы пахла я считаю именно так. Немножко химозненько, очень сладко, очень по-ягодному, с какими-то сливочными нотками, но не впечатлило, не впечатлило, поэтому, конечно же, возвращаться к данному продукту я не буду. Шершеля Фам, это уже парфюмированный гель от Фаберлик, приобретала к одноименному аромату, аромат уже так давненько закончился и теперь в догонку заканчиваю гель для душа. Отношение собственно такое же как аромату, да, приятный, освежающий, но не зацепил, поэтому я собственно как закрыла тему с ароматами Фаберлик, так собственно и тему с парфюмерными гелями от Фаберлик я тоже закрыла, поэтому заказывать в дальнейшем ничего не планирую. чистая линия это была лимитка новогодняя не помню какого уже лохматого года, но данный аромат розы и 7 масел в свое время входил в постоянную линейку, просто да, такой интересный выпуск, довольно большой объем, 400 мл, в целом неплохо, для меня это аромат розы и травы, то есть вот знаете, такая трава зеленая, и туда бросили бутон красной розы, и получилось вот с одной стороны так свежо, да, за счет трафинистых нот, и с другой стороны за счет розы весьма нежно, в целом неплохо, но надоел, надоел, 400 мл, и как-то под конец уже особо не удивлял, закончился и закончился, поэтому без сожаления расстаюсь. ну и гель, который я выделю, потому что мне он понравился из всех, которые он показал больше всего, это 100 рецептов красоты, я люблю кофе, ароматный кофе со сливками, на мой взгляд аромат изменился, в свое время у меня этот гель для душа был в такой высокой круглой бутылочке, и раньше вот для меня это был аромат ликера Беллис. Сейчас это все-таки действительно кофе со сливками, кофейный десерт, возможно, с добавлением карамели, но уже не Беллис. Но в любом случае он замечательный, он вкусный, с довольно мощным раскрытием, вполне способен конкурировать с бразильским кофе от Ифраше. Очень понравился моему сыну, кстати, я так раз использую два, не пойму, куда гель так быстро уходит, а сын? Хотя он обычно предпочитает именно мужские, да, ему настолько понравилось, что он у меня его периодически брал. Так что с превеликим удовольствием и, возможно, как-нибудь я данный продукт повторю. Теперь, что касается жидкого мыла. Первое, которое подошло к концу, это Fresh Juice крем-мыло персик и магнолия. Замечательная отдушка, замечательное мыло, очень нежное по консистенции, хорошо пенилось. Что касается аромата, я все-таки здесь магнолий не почувствовала, но персик здесь вот просто манифик. Изумительно вкусный, такой сладенький, очень близко к натуральному, но вообще у Fresh Juice отдушки практически вот все, что я пробовала на высоте. Так что использовала я данное мыло с превеликим удовольствием. Аромат персиков, уходовой косметики я люблю. Следующее мыло это чистая линия роза и хлопковое молочко, косметическое для лица и рук, подходит для умывания нещипленных глазом, но я им честно не умывалась, мыло только руки. Что касается аромата, это та же роза и 7 масел, как я уже сказала, для меня аромат розы и травы, собственно, поэтому останавливаться более не буду. Ну и еще одно мыло, тоже такая очаровательная штучка, это у нас чешская компания Дермаколь заказывала на мейкап аромат бельгийский шоколад. Представляет собой аромат апельсиновых цукатов, очень сладких и далее, скажем так, как подложка раскрывается горьким шоколадом. Мыло, я бы сказала, пенится средне, да, то есть мылкость такая не сильная допустим, fresh juice и чистая линия, они мылятся и пенятся сильнее. Но я не считаю это недостатком, с большим удовольствием использовала, есть в этом что-то такое изысканное. И сейчас заказала еще одно мыло от данной компании, тоже хочу с удовольствием попробовать. скрабы. Ну, давайте начну с вот такого. Впервые я использовала сухой скраб в таком пакетике, это модо-мод, сухой кофе и корица. Начну с плюсов. Очень яркий и насыщенный аромат, ну, безусловно, учитывая, что здесь действительно натуральный кофе идет, плюс здесь идет коричневый сахар, также чувствуется напитанность маслом и также корица, которая здесь заявлена. Несмотря на то, что скраб сухой, я не могу сказать, что прям испытываешь с ним большие потери, что он улетает, отлетает, нет, довольно неплохо он прилипает к коже и учитывая, что он сухой, оказывает достаточно мощное скрабирующее воздействие, плюс раскрытие в ванной на высоте. За счет маслянистости он неплохо разглаживает и подпитывает кожу. Минусы. Минусы для меня это упаковка все-таки, потому что хранить вот такую упаковку в душевой кабине как-то не очень. Хочешь, не хочешь, а она не герметична и влага легко в нее проникает. А использовать, знаете, ты принимаешь душ, это нужно из душевой кабины выйти, взять вот этот пакетик, с тебя течет вода. В общем, вот в этом плане мне не очень нравится. Наверное, нужно пересыпать просто это дело в банку. вот видите, я сейчас только задним умом до этого дошла. Но так как здесь объем небольшой, здесь, по-моему, всего 50 грамм, да, 50 грамм, мне вот этого пакетика хватило, по-моему, раза на три. И, собственно, закончился он очень быстро. Так что, в целом, ценю неплохо. И если раньше я сухие скрабы не приобретала, то теперь буду рассматривать для покупки, но, скажем так, мастхевом, я думаю, не станет. Следующий скраб это народный рецепт, а именно фитокосметик уголь проф антицеллюлитный детокс эффект лимфодренажного массажа. Очередной раз приобретала в Экспрессе, использовала, опять же, с большим удовольствием. Мне нравится его плотная консистенция, он черного цвета, хорошо прилипает к коже, довольно крупные частицы, скрабирующие за счет чего скрабирующий эффект, просто замечательный, на мой взгляд. Опять же, нравится аромат, мне показалось, что это пинаколада, потому что я почувствовала как кокосовые, так и ананасовые нотки. Так что, да, с удовольствием, я думаю, в дальнейшем повторю еще. Единственное, что не нравится, он довольно тяжело извлекается из этой тубы, из-за своей плотности, и еще он оседает, скажем, вот здесь, сверху, внизу, и кажется, что вроде бы уже все выдавил, но если разрезать, то там спокойно еще на один раз хватает. Скраб от Avon, линейка в Плэдинс Па, ритуальное удовольствие, с маслом африканского дерева ши и коричневым сахаром. Жидковата, да, именно основа, но довольно много скрабирующих частиц, опять же, здесь они и полиэтиленовые, и тот же коричневый сахар содержится, поэтому неплохо прилипает, и может быть не очень жесткий, не так, как я люблю, но скрабирующий эффект неплохой. Но что больше хочется отметить, этот аромат, он здесь просто фантастический, как по мне, это и карамель, и крем-брюле, и что-то такое невероятно гурманское и вкусное. О, ну вообще обожаю. Я не знаю, продается он еще в Avon, или сняли его с производства, по-моему, я его где-то на распродаже приобретала, но самый вкусный по аромату скраб из всех, которые у меня были из линейки Planet Spa, вообще изумительно. Ну и скраб, который может быть не такой вкусный в плане аромата, но в плане действия, я считаю, он очень близок к идеальному. Это Crazy Dessert от Natura Siberica, подтягивающий соленый мед, очень плотная консистенция, действительно напоминает такой засахаренный мед, с довольно крупными скрабирующими солевыми частицами, пахнет он, кстати, тоже медом, причем медом натуральным. Знаете, бывает, как там пытаются мед переначать, сделать его более вкусным, вот в уходовой косметике здесь нет, вот прям натуральный мед, еще, наверное, так, что же еще я здесь почувствовала, какие-то травяные нотки и еще кедр, да, кедр здесь чувствуется, кедровые орешки, они, кстати, здесь тоже идут, молотые кедровые орешки в качестве скрабирующих частиц, прекрасно прилипают, прекрасно скрабируют, дренируют вот эти проблемные зоны, действительно подтягивают, выравнивают кожу, тело, единственное, да, учитывать стоит за счет вот солевых частиц, если есть какие-то порезы, ранки, если, например, вы побрили ноги, да, то, конечно, некоторый дискомфорт данный продукт может принести, да, но, повторюсь, учитывая его стоимость, стоит он обычно где-то по акциям в районе, там, 270 рублей, 280, я встречала, за такую банку, за такое действие, это просто замечательно, средство для интимной гигиены у меня подошло от Evelyn Cosmetics, Лактимед Плюс, успокаивающий гель, значит, три в одном, противовоспалительное действие, ощущение комфорта, 24 часа, восстановление естественной микрофлоры, содержит молочную кислоту, экстракт клюквы, очень понравилось, гелевое средство, немножко жидковато, с легким, таким, соломенным оттенком, желтоватым, да, и мне очень понравился аромат, я вообще клюкву люблю, и здесь они настолько ее, скажем, нежно обыграли, плюс, средство действительно недоставляющее, какого-то дискомфорта, сухости, в общем, использовала с огромным удовольствием, я думаю, когда-нибудь, там, попробую, все, что у меня стоит в запасах, и когда-нибудь еще к нему вернусь, правда, от души советую попробовать, средство для полости рта, ну, зарекалась, что называется, и опять приобрела, я зубную пасту пью от президент, у меня было две зубные пасты из этой линейки, и оба раза мне не понравилось, мне не нравятся вот эти частички, включения, которые обычно здесь содержатся, здесь у меня, в данном случае, это, я так понимаю, кусочки чайного дерева, и вот прям зарекалась, ну, все, брать не буду, ругала в пустышках, но вот увидела в фикс прайсе, и почему-то решила взять, она, в принципе-то, неплохая, она хорошо пенится, она неплохо очищает зубную эмаль, она свежающий эффект имеет, опять же, чувствуется привкус чайного дерева, что тоже неплохо, но вот эти частички, которые очень трудно выполаскиваются, ты вроде бы уже все прополоскал, вот, и опять, как бы, чувствуешь, да, вот эти кусочки, ну, они могут, в общем, где-то застревать, вот, поэтому, нет, в дальнейшем приобретать не буду, даю себе мысли на пинка, да, и надеюсь, что в этот раз я где-нибудь снова, да, не встречу по акции и ничего не куплю, так, далее, лесной бальзам, это у нас черная зубная паста, уголь, черная ель и дикая мята, отбеливающий эффект, черная, конечно же, ну, такая консистенция, то ли гель, то ли паста, ну, скорее паста, хорошо пенится, немножко светлеет, по мере того, как распенивается, отбеливает неплохо, не жесткая, да, но при этом неплохо освежает, также чувствуется небольшой, вот этот, хвойный привкус, ну, совсем чуть-чуть, вот, так что, в целом, я довольна, ну, сказать, что прям горю желанием ее повторить, да нет, не могу такого сказать, так, ну, и парный продукт, это лесной бальзам, ополаскиватель, также черный, он действительно темного цвета, он неплохо освежает, также чувствуется немножко хвои в послевкусии, не дерет ротовую полость, как это иногда бывает с ополаскивателями, когда прям сжигает, обжигает, там кожи, облазить, нет, такого не было, в общем, я осталась, ванным, ополаскивателем полностью, довольна. Перехожу к уходовым средствам немыльного характера, и начну, пожалуй, с Even Naturals, это лосьон для тела, бодрящий зеленый чай и вербена, люблю эту серию, вот, в этом плане, потому что лосьончики легкие, хорошо впитываются, как раз для моей кожи, замечательно, не перегружают, нет липкости, какой-то грязный, при этом оставляя после себя приятный аромат. Здесь, да, действительно, зеленый чай с цитрусовыми такими оттенками, я осталась вполне довольна. А вот следующие два продукта, опять у меня из ряда расхламляюсь, просто уже надоело держать, я понимаю, что ни к чему, в частности, вот такой крем из оливкового масла для рук, лица и тела, это у нас производство Турции, по-моему, мне когда-то привозили его в качестве подарка. Также у меня есть крем для рук, который я сейчас заканчиваю, тоже, по-моему, этого же производителя. Ну, с кремом для рук как-то попроще, он маленький, я периодически его использую, там, когда руки очень сухие, после работы с бытовой химией, ну, вот здесь, да, такой громенный объем, руки, лицо, тело, в общем, мне не нравится аромат. Для меня здесь есть что-то такое, во-первых, порошковое, во-вторых, аромат хозяйственного мыла, причем, ну, не вот этого вот коричневого, да, а типа антипетин, в общем, вот этот белоснежный, такой, кипенный, который выводит пятна, по-моему, Дру, я уже сейчас точно название не вспомню, но я надеюсь, девчонки, что вы меня поняли, вот именно, да, таким мылом для меня пахнет вот этот крем, поэтому, конечно же, на себя наносить совершенно не хочется, в качестве крема для рук, это перебор, я считаю, такой объем, 250 миллилитров, в какое-то время я его использовала в качестве массажного средства, то есть делала там периодически детям, мужу массаж, вот, но последнее время мы это дело забросили, и, собственно, забросили вот этот продукт, и там уже и по срокам, как бы все вышло, в общем, избавляюсь. И еще выбрасываю я остатки вот такого крема, это Fleur de Provence от Faberlic, крем масла для тела, апельсин и ваниль, не понравилась мне вообще эта линеечка, во-первых, вот этот аромат пластиковых апельсинов, неприятный даже где-то порой, вот, и также мне совершенно средство не подошло по своей консистенции, это действительно крем масла, он очень маслянистый, он очень насыщенный, у меня кожа такие тяжелые вещи не принимает, он лежит просто какой-то маслянистой пленкой, поэтому я тут, ну, не знаю, много-немного, половину израсходовала или нет, как-то с горем пополам, потом решила использовать в качестве крема для ног, но, опять же, попробовала, не понравилось, потому что, во-первых, его только под носочки, да, из-за вот этой маслянистой пленки, ногами как-то на пол уже особо не встанешь, во-вторых, руки, вот эти все масли, нужно бежать, их промывать, в общем, нет, все, не хочу, фу-фу-фу, выбрасываю, и, опять же, повторюсь, запах мне не очень нравится, теперь, что касается ухода за ногами, во-первых, подошел к концу вот такой крем неизвестной фирмы, Herbal Enderma, лаванда, это был, по-моему, какой-то наборчик, бальзам для ноктонизирующей, с маслом лаванды и жожоба, легкая консистенция, использовала больше как увлажняющее средство, хорошо впитывалось, и, кстати, знаете, удивило в том плане, что я ожидала здесь услышать аромат лаванды, на самом деле, средство пахнет такой мятной, очень приятной жвачкой, вот поэтому ушло с большим удовольствием, и еще один продукт для ног, это Фаберлик про ноги, ночной крем, комплексный уход 5 в 1, с экстрактом хлопка и маслом чайного дерева, на первый взгляд, крем довольно легкий, по консистенции, но по мере того, как наносишь, ощущается, что он будет не только увлажнять, но и подпитывать, аромат ближе к нейтральному, использован действительно в качестве ночного крема для ног, и в основном под носочки, по действию, я не могу сказать, что он какой-то прям удивительный, да, немножко подпитывает, немножко увлажняет, в целом неплохо, но не, вау, там чудес он не делает, теперь переходим к средствам для рук, начну с вот такого скраба от Кафе Мими, второй продукт от Кафе Мими, в этом ролике, и снова я буду ругаться, ну, не сильно, конечно, значит, скраб для рук, орхидеи и масло кокоса, это средства из набора, я думаю, уже практически всем знакомы, вот эти наборчики, в виде сумочек, которые часто продаются в обычном магните, магнит-косметик, меняются упаковки, но вот подойдешь, вроде упаковка такая яркая, привлекательная, интересная, берешь в руки и понимаешь, что да, песня та же, поет она же, и все те же продукты, значит, одна серия идет с орхидеи, другая с дамасской розы, вот, собственно, ничего не меняется, этот был набор с орхидеей, так вот, скраб очень посредственная, его основа такого жиденького крема, мелкие скрабирующие частицы, и их довольно-таки мало, и ты что-то поелозил, поелозил по рукам, немножко пеленговал, ни о каком скрабировании речи не идет, и, собственно, это все, что же касается аромата, опять вот я здесь не услышала, ни орхидеи, ни масла кокоса, скорее, это какие-то тропические фрукты, что-то вроде манго, ну, по-моему, как-то так, такое сладкое, фруктовое, и, собственно, на этом все, поэтому девчонки не понравилось, и не советую, еще один продукт, тоже от Кафе Мими, тоже из наборчика, но уже из другого, который шел с дамасской розой, здесь у меня крем-маска, дамасская роза и масло какао, я не могу сказать, что это маска, просто продукт, чуть более плотный по консистенции, чем крем, ну, из этой же линейки, опять же, я не почувствовала здесь аромата, ни какао, ни дамасской розы, да, есть что-то цветочное, но вот не могу сказать, что это определенные розы, и еще я почувствовала здесь ментоловые нотки, что касается действия, ну, чуть-чуть подпитывает, чуть-чуть увлажняет, собственно, на этом все, тоже как-то не особо в восторге, следующий крем, это Avon Care, сияние с розовой водой и маслом ши, все понравилось, легкая консистенция, быстро впитывается, неплохо увлажняет, оставляя на руках приятный аромат розы, там мне очень нравится, как в Avon, вот в этой линейке, обыграли розу, она такая нежная, свежая, вообще замечательно, можно использовать в качестве настольного продукта, но если вы с бумагами работаете, потому что он достаточно быстро впитывается, не оставляя чувства липкости, жирности, маслянистости, и все в таком духе, только приятный аромат, и чувство увлажненности, ну и еще один крем, это L'Occitane, использовала в качестве сумочного, здесь у меня была вербин, вена и мандарин, и здесь я хочу сказать огромное спасибо Юленьке, из Ульяновска, именно она присылала мне в посылке набор этих кремушков, продукт из разряда очень хорошо, но очень мало, у него такая жирная, насыщенная консистенция, и мои руки буквально вот поедали его, тем более учитывая, что использовала его в момент активной генеральной уборки, из-за частого контакта с водой, то с холодной, то с горячей, много химических продуктов, и хоть я работала в перчатках, нет, нет, что-то просочится, и да, руки прям становились очень сухие, поэтому когда я наносила L'Occitane, они прям впитывали, впитывали очень активно, да, легкая маслянистость оставалась, но она быстро, да, быстро проходила, прям считанные минуты, все, и она уходит, очень яркий, насыщенный аромат, цитрусовый, причем, так сильно раскрывается, что способен просто перекрывать аромат твоего парфюма, с удовольствием бы взяла в большом формате, я, конечно, буду об этом думать, надо использовать то, что есть, а потом уже как бы, да, приобретать, мне кажется, такие продукты, вот, ну, честно, я в большом восторге, да, девочки, говорила про руки, и хочу извиниться, если вдруг, я просто вчера мыла квартиру с хлоркой, и, конечно, я это делала в перчатках, но когда проснулась, у меня руки все такие неприятные, красные, я тут их мазала, мазала кремом целый день, ну, в общем, если вдруг камера этот ужас передает, я, как бы, заранее прошу прощения, ну, а я перехожу к средствам по уходу за лицом, давайте начнем с очищения, подошла к концу, у меня вот такая двухфазочка от Калистар, которая была в одноименном наборе, заказывала на мейкап, там была тушь, карандаш, и, собственно, вот это средство для снятия макияжа с глаз, очень достойный, хочу отметить, объем целых 35 миллилитров, хватило надолго, она легко смешивается, легко расслаивается, хорошо справляется с одноименной тушью, тушь, это, кстати, довольно плотная по консистенции, она не водостойкая, ее, конечно, может и обычная мицеллярная вода смыть, но с обычной мицеллярной водой требуется побольше времени, подольше, что называется, потереть, здесь все довольно легко и просто, также хочется отметить, что вот из всех двух фазок, что у меня были, вспоминается там та же Невия, что там еще, и Фраше, у меня обычно вот эффект какого-то маслянистого, жирного, зудящего века, после этих средств, вот с Калистар, такого не было, поэтому с превеликим удовольствием, посмотрела, сколько стоит полноразмерный продукт на мейкап, 890 рублей, буду иметь в виду, может быть, когда-нибудь, там, может, акция какая-то будет интересная на мейкап, аттракцион невиданной щедрости, и там, с удовольствием возьму, пока у меня есть одна-двух фазочка в запасе, следующее средство, тоже очень хочется похвалить, это La Roche-Posay, это мицеллярная пенка, которая, несмотря на свой маленький объем, всего 50 миллилитров, тоже прослужила мне достаточно долго, я помню, я с собой возила в Анапу, возила в Крым в этом году, да, и еще достаточно долго использовала дома, конечно, не каждый день, это средство у меня на случай, когда заленюсь, когда не хочется многоэтапно снимать макияж, пожалуйста, очень легкое, приятное, и достаточно быстро макияж снимают, если, конечно, там не использовалось огромное количество, там, того же карандаша и так далее, то никаких проблем у меня лично с ней не возникало, лицо после нее такое увлажненное, нежное, далее давайте рассмотрим вот такой скраб для губ от вкус вилл, ягодные, значит, здесь в составе клубничная косточка, масло ши, масло миндаля, эфирное масло, летисия, кубева, масса 15 грамм, вы знаете, очень даже неплохой продукт, плотный по консистенции, довольно интересный аромат, ну, я так поняла, что это смесь миндаля и вот этой летисии кубева, которая мне больше, не знаю, что ли аромат, не роли напомнила, или апельсинового цвета, ну, в общем, какой-то такой интересный аромат, хорошо скрабируют губы, но при этом они такие нежные, увлажненные, подпитанные, ну, собственно, что говорить, делает продукт с пивак, и делает он их весьма неплохо, я просто вспоминаю, что до этого у меня был какой-то скраб, что совершенно не понравилось, а здесь прям я осталась вполне довольна, далее, далее давайте рассмотрим гидролат от крымской розы, а именно гидролат лаванды, ярко выраженный аромат лаванды, ну, вот вы знаете, хотя крымская роза, это один из наиболее таких древних комбинатов по производству косметики в Крыму, но вот то, что я пробовала у более молодых компаний, тот же дом природы, вот берешь гидролат, и ты чувствуешь его эффект, а здесь, ну, вроде бы все неплохо, но мне вот показалось, что эффект не так сильно выражен, как мне того хотелось бы, поэтому я попробовала и гидролат розы, и гидролат лаванды, собственно, у них, по-моему, всего две серии, ну, по крайней мере, с того, что у меня в магазинах там попадалось, да, и, собственно, на этом решила знакомство остановить. Продукт от планеты Органика, это у нас альпийская термальная вода, свежесть и увлажнение, гипоаллергенная, но это не совсем термальная вода, потому что, если взглянуть на состав, и с обратной стороны здесь даны пояснения, это тоник для лица, альпийская термальная вода, здесь в составе и термальная вода, и экстракты из различных растений, в том числе консерванта, в общем, у меня после нанесения данного продукта на коже остается такой маслянистый след, да, она покрывается прям какой-то пленочкой, у меня и так кожа склонная к жирности, поэтому мне с таким продуктом было дискомфортно, поэтому я его решила использовать в качестве средства, чтобы разводить порошковые маски, собственно, таким способом ушло, и слава богу. Еще один продукт из разряда расхламляюсь, это Клеар Скин от Эйвон, гель, который наносится точно на воспаление, я не помню, уже когда я его использовала последний раз, он лежит себе и лежит, зачем лежит, не знаю, и я решила, что как бы все, по-моему, это еще старый дизайн, очень старый и древний дизайн, ну да, давно было пора это сделать. Далее давайте рассмотрим сыворотки, чуть-чуть у меня осталось, и я уже, по-моему, там по срокам, потому что здесь на самом шприце не нанесено, был на коробочке, а коробочку я выкинула, это Фаберлик Эксперт Гиалуроник, сыворотка для лица, Эйч Пауэр. Плотная консистенция, приятный аромат, по действию, знаете, начала пользоваться, думаю, что-то никакого эффекта нет, потом смотрю, вроде появился эффект, то есть я так понимаю, что накопительный, но только прекращаешь этой штукой пользоваться, собственно, все дальше возвращается на круги своя, поэтому мне повторять не хочется, буду пробовать что-нибудь другое. Еще одна сыворотка, и это у меня снова крымский продукт, производство Скифия, и идет он как продукт для век с морским коллагеном, без силиконов, от души, гликоли и парабенов, тут вы даже цену можете видеть, очень рекомендовали, и сказали то, что вот прямо расходятся у них в магазине на ура. Большой объем, 30 мл, легкая консистенция, быстро впитывается, не скатывается при дальнейшем нанесении косметических средств, крема, не оставляет чувства жирности, грязности, липкости, все в таком духе, но довольно короткий срок годности, всего 9 месяцев, во-вторых, очень большой объем, я считаю, что 30 мл для глаз это прям очень много, тем более, учитывая, что требуется небольшое количество продуктов, продукта, понимая, что не успею использовать до окончания срока годности, начала использовать как сыворотку для всего лица, то есть наносила и на веки, и собственно на все лицо, ушло, да, но вот какого-то эффекта ярко выраженного я не увидела, на что мне сказала, девчонки, круто, обязательно попробуйте, ну было и было, собственно, расстаемся на такой нейтральной ноте, продолжает парад крымских продуктов, снова крымская роза, гель для кожи вокруг глаз, увлажнение и тонус, тоже довольно-таки большой объем для глаз, на мой взгляд, опять же 30 мл, очень долго мне служил, ярко выраженный аромат розы, при этом весьма приятный, но что касается действия, неплохо увлажняла, но в целом оценю его как продукт для девушек, там лет до 25, тогда неплохо, когда уже за 30, все-таки это слабенькое, слабенькое действие. Кремы, первый крем, который подошел к концу, это Эко-лаборатория, комфорт, крем для лица и шеи, активный лифтинг, объем 50 мл, очень жирная консистенция, прям какая-то чуть ли не баттерная, он еще, знаете, так подтаивает при контакте с пальцами, безусловно, я не могла бы использовать такой продукт в качестве крема для лица, учитывая, что кожа и так склонная к жирности, поэтому был как раз использован в качестве средства для шеи и зоны декольте, и здесь кожа моя восприняла его с очень даже большой благодарностью, но единственное, повторюсь, все-таки немножко дискомфортно, когда продукт настолько плотный, поэтому скорее всего повторять не буду, если встречу. Крем от АПЮ 18 Фрэш для жирной и комбинированной кожи, хороший крем, который имеет легкую консистенцию, он быстро впитывается, он неплохо увлажняет, при этом еще и матирует, на лето так вообще замечательно, единственное, я считаю, перебор 85 мл, даже учитывая то, что я его использовала и утром, и вечером, он, кстати, очень хорош, когда кожа загорает, то бишь на юге, под конец я вымазывала его уже все и на шею, и на зону декольте, то есть мне хотелось его побыстрее закончить, поднадоело, мне он казался просто каким-то нескончаемым, и опять же мне показалось, что кожа к нему привыкла за довольно вот этот длительный период, и уже того эффекта мотирования я не чувствовала, вот поэтому, ну, скорее всего, повторять не буду, хотя в целом, да, мне понравилось. Теперь, что касается масок, давайте начнем с патчей для глаз от Element, корейские патчи, которые содержат экстракт шиповника и розы, вы знаете, мне не очень понравилось, патчи сами по себе, хоть и текстурированные, такие, то есть неровные, но при этом достаточно тяжелые, сама эссенция слегка пахнет розой, ну, вот ты один патч накладываешь, пока ты достаешь второй, накладываешь, первый уже спустился до подбородка, и я так очень долго мучилась, у меня, правда, мало с чем есть сравнить, я не так давно ими пользуюсь, но вот до этого были патчи Аюми, у меня такой проблемы не было, сейчас опять же у меня патчи Натур Сибири, и опять у меня такой проблемы нет, а вот с этими патчами были, что касается эффекта, немножко увлажняют, немножко припухло снимают, ну, опять же, хранила в холодильнике, да, был охлаждающий эффект, но в целом, девчонки, то, что я пробовала, я бы отдала им последнее место, поэтому рекомендовать не хочу, заказывала я их на мастерис, следующая маска, следующая маска от Seven Days ночная, для сонной и неспешной, увлажняет, питает, восстанавливает, ну, это такой замечательный, в кавычках, подарок от Ватсонс, который был у меня сделан за заказ, дело в том, что он мне прислал 3 продукта от Seven Days, с истекающим сроком годности, в общем, я это быстренько сейчас вымазываю на шею, зону декольте, в этом плане неплохо, да, какой-то легкий, приятный аромат, быстро впитывается, увлажняет, ну, собственно, ушло и ушло, и слава богу. Маски, которые я использовала для лица, давайте начнем с тех, что в баночках, во-первых, я познакомилась с Мила-Мила, давно я хотела что-нибудь у них попробовать, и здесь у меня маска горчинка арабики, маска обещает увлажнять и питать кожу, подходит она для всех типов, в своем составе содержит натуральный кофе, муку из семян чья, и эфирным маслом горького миндаля. Достаточно жирная такая кремовая консистенция, коричневого цвета, содержит включение молотой кофе, молотые кофейные зерна. Давайте начнем с позитива, это очень яркий вкусный аромат настоящего горького кофе, также здесь присоединяется аромат горького миндаля, и в целом получается очень аппетитный, яркий, бодрящий, тонизирующий микс, который прекрасен, особенно на утро. Дальше, за счет кофейных вот этих молотых зерен, когда маску смываешь, есть небольшой пеленгующий эффект, и по мере того, как маску смываешь, немножко она выравнивает тон, и также напитывает кожу. Теперь, что касается негатива. Из-за того, что маска очень жирная, обычно я маски смываю просто водой, иногда с добавлением спонжа, если маска там размыливается, или как трудно смывается, здесь, когда ее смываешь просто водой, на лице остается такая прям жирная, солидольная пленка, и здесь никак без средств для умывания, поэтому обязательно после этой маски я умывалась там или с пенкой, или с гелем и так далее. И также хочется отметить очень короткий срок годности. Я, конечно, понимаю, что это натуральный продукт, натуральный состав, ну, извините, 6 месяцев, маска объемом 100 мл. Здесь, как видите, 4 месяц, это у нас апрель, и то я чуть, получается, вышла за сроки, потому что заканчивала, я там 1 или 2 раза использовала в ноябре. Конечно, ничего страшного не произошло, но я не понимаю, зачем при таком коротком сроке делать такой большой объем. Тут целых 100 мл, потому что обычно маски в среднем будут 50, 75, ну, а половиньте вы ее, и будет замечательно. Здесь, при том, что я ее использовала достаточно часто, мне фактически на то, чтобы ее израсходовать, понадобилось, по-моему, месяца 3. В общем, как-то неоднозначные впечатления, с одной стороны, очень понравилось, с другой стороны, из-за вот таких коротких сроков, конечно, в ближайшее время ничего покупать я не собираюсь, мне бы израсходовать то, что у меня сейчас в запасах есть в этом плане. Далее у меня 2 маски идут от Дома природы, но из разных линейчик. Во-первых, это Медформула, маска для лица на основе грязи Сакского озера, с эффектом антиакне, для проблемной кожи, экстрактом, эвкалипта, и календула, очень плотная консистенция, вот прям очень-очень, действительно ощущается присутствие вот этой грязи, как бы и за счет консистенции, и за счет аромата, также, мне кажется, содержит глину, работает она именно как глиняная, то есть наносишь, далее она начинает подсыхать, ну, можно сбрызгивать гидролатом, там, или термальной водичкой, это кому как нравится, я, конечно, люблю, когда маски такие подсыхают, мне вот кажется, что в этот момент маска больше собирает вот эта излишка себума на лице, имеет довольно ярко выраженный, такой органический аромат, своеобразный, и мне ее действие очень понравилось, потому что, во-первых, она подсушивает, если появляются какие-то воспаления, во-вторых, она неплохо матирует кожу лица, и мне эффекта хватает вот на целый день, если с утра сделаешь, то целый день ходишь спокойно, и никакого блеска не появляется, так что маска классная, единственное, очень большой объем, 170 грамм, душевно, и маску настолько плотную, густую поместить в такую узкую, длинную тубу, это просто преступление, потому что начинаешь выдавливать, она то туда убегает, то сюда, здесь я не буду открывать, потому что она подсохла, и она сыплется, в общем, отверстие довольно маленькое, и выдавливать ее достаточно трудно, я под конец психанула, разрезала пополам, и, собственно, таким образом использовала, и еще одна масочка, это у нас, не знаю, какая линейка, в общем, пудровая, с крымскими травами, обновление, впервые я попробовала пудровую маску, осталась очень довольна, состоит эта пудра из лаванды, чабреца, белой-голубой глины, овсянки молотой, крахмала, перлит, также есть в составе, эфирное масло лаванды, и чабреца, мелкий такой помол, перед тем, как использовать, необходимо развести, ну, я использовала как раз, вот эту альпийскую термальную воду, от планеты органика, также периодически использовала гидролаты, по консистенции, как вам комфортно, да, кто-то там поплотнее предпочитает, там консистенция жирной сметаны, или наоборот консистенция такой легкой сметаны, разносится и оставляется, по-моему, где-то минут на 15, работает она также по принципу глиняной маски, то есть начинает подсыхать, имеет очень приятный аромат, да, я, кстати, не отметила такой момент, что есть, что в этой маске, вот, медформула, что в этой такие довольно крупненькие частицы, которые, когда маску смываешь, оказывают не пеленгующий эффект, как у горчинки арабики, а такой больше скрабирующий, да, то есть неплохо выравнивает поверхность кожи, по действию она очень даже похожа, опять же, на предыдущую, то есть она подсушивает какие-то воспаления, и неплохо впитывает излишки себума, и мне вот этого матирующего эффекта, вполне хватало, опять же, на целый день, от маски я осталась в восторге, и в дальнейшем мне бы хотелось попробовать что-то еще, я знаю, что у них не только такого вида есть обновления, но, и, по-моему, какие-то еще другие. Хвалила, хвалила, и забыла еще уточнить, что и после маски с крымскими травами, что после маски с грязью Сакского озера, кстати, изумительный такой светленький, ровный тон лица, да, это тоже такой интересный и приятный момент. Теперь давайте перейдем к маскам в сашетках, здесь у меня еще две маски, крымские, это уже фирма Царство Ароматов, во-первых, вот такая фруктовая линеечка, лайм и вишня, с белой глиной и витаминами, подходит для жирной кожи, сужение, очищение пор, устранение жирного блеска. Хоть здесь и заявлена белая глина, маска имеет кремовую консистенцию, работает она именно как кремовая, то есть она не подсыхает, она не застывает. Имеет очень приятный аромат вишни, с цитрусовыми оттенками лайма, поэтому, когда с ней ходишь, прям получаешь сплошное удовольствие. Что касается действия, хорошо выровняла тон кожи, и неплохо заматировала. Я осталась с этой масочкой, очень довольна. Но еще больше мне понравилась вот эта маска, я, собственно, ее уже хвалила в предыдущих пустых баночках. Это линеечка живые маски, данная для комбинированной кожи, с пастой яблок, экстрактом ростков ячменя и эфирными маслами. Действительно, когда вот эту кремообразную маску наносишь, ощущается присутствие чего-то измельченного, такого фруктового, то ли яблок, то ли это лимон. В общем, непонятно. Опять же, в аромате тоже, мне кажется, присутствуют какие-то цитрусовые нотки. Ну, может, это за счет масел. Здесь их огромное количество. Если посмотреть. Ну да, лимон здесь присутствует, эфирное масло лимона. После того, как маску наносишь, есть небольшой такой эффект жжение. Он не сильный и достаточно быстро проходит. Но за счет этого маска хорошо тонизирует кожу. Она приходит действительно в тонус. Она имеет ровный тон. Она подтягивается. Есть небольшой лифтинг-эффект. Опять же, антибактериальный эффект. Неплохо действует на воспаление. Так что маска очень классная и очередная, с превеликим удовольствием. И еще одна маска в сошетке. Это уже Кафе Мими с черешней и шалфеем. Кремовая маска розоватого оттенка. Пахнет больше вишней. Немножко шалфеем. Работает она именно как кремовая маска. То бишь, особо не застывает. Может, там чуть подсыхает. Остается такой пленочкой. После того, как смываешь, чувствуешь, что есть небольшое увлажнение. Плюс маска неплохо подпитывает. Собственно, это здесь по действию и заявлено. Смягчает, увлажняет, подпитывает, тонизирует. Маски тканевые. Давайте начнем с пенящихся. Во-первых, использовала я Faberlic Beauty Lab. Идеальный тон увлажнения. Зеленая маска. Я не знаю, может быть, с ней что-то не так. Но она сама по себе зеленого цвета. Но она как-то странно пенилась. Например, пенилась на лбу, но не пенилась на щеках. То есть не было того эффекта, как, допустим, от других масок из той же серии, которая пенится. Собственно, и действие тоже мне показалось каким-то неярко выраженным. То есть обычно после пенящихся масок кожа аж до скрипа. После этой маски такого не было. Но с другой стороны, да, обратная сторона медали, после таких масок у меня очень быстро скажем так, кожа начинает покрываться сальной пленкой. Опять же, после этой маски такого не было. В общем, не совсем я ее поняла. Так и должно быть. Или с моей маской что-то не так. У нее хороший срок годности. Такая ерунда, что пенилась она как бы неравномерно. Далее пенящаяся маска из фикс прайса. Три в одном очищение массажные эффекты восстановления. Черная маска. Что касается эссенции, она гелеобразная. Ее очень много. Она буквально течет по рукам. У нее ярко выраженный, химозный, где-то даже отталкивающий цитрусовый аромат. Сама по себе маска из толстой ткани, которая довольно плохо укладывалась на лицо, постоянно куда-то убегала, отваливалась, плохое лекало. Какое-то вытянутое, маленький разрез глаз, губ. В общем, это плохо, учитывая, что маска пениса, вот эта пена постоянно так и норовила залезть в глаза. Из-за чего они были раздраженные, я щипала. Что касается действия, пенилась она стандартно, кожу очистила, но если, допустим, сравнить эту маску со Skinlight, той же пенищейся, мне она показалась более посредственной. Также маска подарила ровный тон. Это тоже, я думаю, стоит отметить. Поэтому в целом я бы не рекомендовала и сама я эту маску приобретать более никогда в фикс прайсе не буду. Следующая маска это Fanny Organics японский рис, вот такая с мышками, обещает гладкость и свежесть, выравнивать тон и сужать поры. Итак, она имеет густую гелевую эссенцию с приятным, сладким и довольно ярким ароматом. Сама по себе маска из плотной ткани, имеет хорошее, оптимальное лекало. Финиш у маски липкий, поэтому, конечно же, ее стоит смывать. Дарит хорошее увлажнение и ровный тон. Beauty Visage от Fito Cosmetic маска плацентарная, активный лифтинг. Эссенция бесцветная, прозрачная, ее немного, и поэтому она достаточно быстро высыхает. Маска из неплохой ткани, но она достаточно плотная, и опять же, достаточно плотная маска, плюс небольшое количество эссенции, и, собственно, поэтому, повторюсь, высыхает маска буквально на глазах. Лекало у маски хорошее, я осталась вполне довольна. Что касается действия, выраженный лифтинг, да, и ровный свежий тон, поэтому в целом оценю ее позитивно, хоть и есть такие не совсем удачные моменты. Моя любимая масочка, любимый производитель Secret Nature. Здесь, как всегда, все замечательно, и достаточное количество эссенций, и замечательная маска в плане ткани, и в плане лекала, да, приятный кокосовый аромат, очень хорошо увлажнила кожу, выровняла тон, я в восторге, и, собственно, никогда не перестану, наверное, их хвалить. Еще одна маска, что называется, из любимых, это Skinlight, маска с восточными травами, восстанавливающая цвет лица. Ну, здесь, как всегда, маловато эссенции, да, как это зачастую бывает в таких масках от Skinlight, но я вполне довольна, я не люблю, когда эссенция прям стекает по рукам, я считаю, это лишнее. В плане, опять же, маски, в плане лекала, снова довольна, да, беру я ее не первый раз, мне очень нравится, как она увлажняет, как она выравнивает тон, мне нравится ее аромат, да, вот этот такой восточный пряный, поэтому, да, буду брать в дальнейшем обязательно. Следующая маска, это уксусная серия от Apieu, эссенция здесь гелеобразная, бесцветная, прозрачная, с легким ароматом лимона, ее достаточно много, что касается самой маски, то она из довольно тонкой и хорошей ткани, сидит прям, ну, как вторая кожа, лекала удобная, теперь, что касается действия, маска подарила свежий ровный тон и увлажнение, так что в целом она замечательная, ну, и выделить мне хочется вот такую маску, я бы ее, скажем так, поставила на первое место, среди всех, которые были за этот период использованы, это Celi Max, ампульная маска с экстрактом нони, эссенция гелеобразная, зеленого оттенка, аромат, мне показалось, что это аромат хвои, то ли какой-то сосновый, то ли еловый, количество оптимальное, что касается самой маски, вот я вам покажу, вот так она выглядит, ткань очень приятная, чувствуется, что дорогая, я бы ее сравнила с Апью, а может быть даже лучше, какая она приятная, такая тоненькая, однородная, хорошо очень сидит, прям, как вторая кожа, с лекалой здесь тоже все замечательно, что касается действия, буквально сразу, как маску наносишь, ощущается такой мощный, увлажняющий эффект, когда ее снимаешь, да, кстати, финиш у маски совершенно не липкий, ощущается, во-первых, такое очень хорошее увлажнение, ровный тон, и кожа, знаете, она какая-то такая приятная, эластичная, мягкая, на ощупь, прям к ней хочется прикасаться, в общем, маска супер, на мой взгляд, если попадется, обязательно попробуйте. Так, это все, что касалось масок, и далее у нас остается декоративная косметика. Так, с чего бы начать, давайте начнем с ноготков, во-первых, у меня закончилась вот такая жидкость для снятия лака, это новая заря, с экстрактом корня ириса, здесь было 50 миллилитров, по-моему, она была такого легкого, фиолетового цвета, заказывала я ее на бьюти-депо, ну, какого-то особого впечатления не произвела, лак она снимала, ну, максимум на четверочку, то есть, с какими-то глиттерными лаками обязательно были проблемы, что касается аромата, его здесь практически нет, в общем, я так поняла, ни к чему, стоило, по-моему, порядка 30 рублей, вот этот флакончик, 50 миллилитров, ну, в общем, попробовала, и, собственно, на этом все, далее, жидкость для снятия лака, которую я беру частенько, ну, а что бюджетная, и, собственно, работает зачастую неплохо, это LaFresh, который производится специально для магазинов, магнит, магнит-косметик, вот, поэтому я часто ее повторяю, по цене она довольно бюджетная, и обычно никаких проблем с ней не бывает, излишне ногтевую пластину не пересушивает, лаки, для ногтей два лака, я выбрасываю, во-первых, засох у меня лак от EFroche, так, это какой оттенок, белая орхидея, кстати, странно, это лак, по-моему, один из последних, который я у EFroche приобретала, ну, как бы, все, то ли свернулся, то ли засох, в общем, не важно, но, собственно, если говорить, да, как он себя вел во время использования, он мне тоже не понравился, потому что ложился неровно, смотрелся некрасиво, если только как база, просто такой кипельно-белый цвет, поэтому особо не расстраиваюсь, что он засох, и еще вот такой лак, я у себя обнаружила в косметичке, это Sally Hansen, такой салатовый цвет, немножко грязноватый, приобретала, по-моему, на скидку где-то в магнит косметик, в общем, особо и не пользуюсь я им, теперь, что касается декоративной косметики для лица, подошел к концу у меня крем от Enio, заряд энергии, для мгновенного выравнивания кожи, по своей текстуре, он как затирка такой матовый, действительно, неплохо скрывает поры, не дает тональному средству потом в них проваливаться, небольшое количество требуется, чтобы разнести, поэтому он у меня использовался очень долго, мне показалось, он даже какой-то нескончаемый, в целом, я довольна, но сейчас я пробую другие базы, и поэтому возвращаться особо не хочется, выбрасываю я два бальзамчика, у меня много сегодня в плане расхламления, во-первых, дочке приобретала вот такую помаду, гигиеническую лакомка, с ароматом апельсинового смузи, немножко мы попользовались, думала, по-моему, в прошлом году я приобретала, мне кажется, в прошлом, в общем, достала, думала использовать в этом, но меня немножко смутил запах, и я решила, что, пожалуй, не буду рисковать, тем более, никаких опознавательных знаков в плане срока годности здесь нет, и еще выбрасываю вот такой бальзамчик от Фаберлик, так, это у нас, по-моему, который для похудения, шоу, да что такое, руки не держат, ну, чуть-чуть я им попользовалась, ну, не мой-то продукт, вот эти бальзамы, гигиенические помады, вот не маю, я вижу, девчонки некоторые прям с удовольствием, у них они прям расходятся, у меня нет, да, я предпочитаю помады дома, вот иногда вспомню, намажу губки, не вспомню, не намажу, поэтому обычно приобретаю, чуть-чуть попользуюсь, и все, и оно валяется, пока я не решусь его выкинуть, так, база под тени, Evelyn Cosmetics, очень ее люблю, у меня сейчас уже другая, абсолютно такая же, да, только новенькая, вот, а это, собственно, уже закончилось, поэтому я решила, что нужно выбросить, я действительно вяжу от нее эффект, и тени держатся дольше, и оттенки становятся поярче, да, еще одно средство для ноготков, я пропустила, это Evelyn True Color, я даже не помню, что это точно, ну, в общем, сыворотка, которая должна укреплять ногти, ну, где-то половину использовала, половину выбрасывала, потому что забыла про нее, она валялась где-то очень долго, пока ее, наконец, во время генеральной уборки, не обнаружила, так, средство от Faberlic Color Corrector, зеленого цвета, который должен скрывать воспаление, я не смогла им пользоваться, по-моему, сразу, как только его приобрела, я сказала про свою претензию, то есть, вроде бы, вот, есть воспаление, ты это средство нанес, дал ему подсохнуть, дальше ты начинаешь использовать, тональное средство, и оно как будто плывет, куда-то исчезает, или смешивается с тональным средством, ну, в общем, такое ощущение, что использовал, что не использовал, не пошло у нас дело, покажу, вот сейчас в этом плане, мне гораздо больше нравится работать с базой от Evelyn Cosmetics, зеленой, там я вижу, что средство остается на месте, и действительно скрывает какой-то воспаленный участок кожи. Как-то лежит неплотно, не подсыхает. Так, далее средство для бровей, давайте покажу, еще одну штучку достала из недр своей косметички, которая очень долго валялась невостребованным, это Aven Color Trend, гель, да, я его использовала в качестве фиксирующего геля для бровей, собственно, поэтому он такой мутный, с коричневатым оттенком, потому что я сначала, по-моему, использовала какую-то пудру, да, или карандаш, и далее фиксировала все это дело этим гелем. От Stellar выбрасываю Brow Tattoo Pen, оттенок Blonde 01, приобретала я его со 150 рублей, что мне не понравилось, как-то, во-первых, очень быстро высохло, на мой взгляд, во-вторых, оно здесь наконечник в виде такой кисточки, которая гнется, и в общем, неудобно долго и муторно, скажем так, делать брови вот с этим продуктом, у меня есть средства, которые, ну, работают оперативно, быстро, да, экономят мне время. Здесь, в общем, все, за 150 рублей, вот я считаю, девчонки, если встретите, можете взять, попробовать, брать по полной цене, а там полная цена, где-то по 400 рублей, я считаю, что нет, он у того совершенно не стоит. Дальше я выбрасываю карандаш для глаз, настолько древний, мне даже трудно сказать, сколько ему уже лет, это Арифлейм, обычный черный карандаш, но, кажется, он уже просто от возраста подсох, собственно, я решила сравнить с Калистар, вот Калистар у меня замечательно работает, а Арифлейм мне не нравится, как он работает, поэтому я решила, да бог с ним выброшу, хватит хранить. Так, еще одно средство декоративной косметики от Арифлейм выбрасываю, ну, это вот такие старички, чутки, я ушла из Арифлейм, не соврать бы, наверное, почти 9 лет тому назад, да, вот эти продукты, вы представляете, уже сколько лежат, правда, меня сейчас активно зазывают назад, да, я в раздумьях, надо оно мне или не надо, ну, ладно, есть время, еще подумаю, вот, ну, в общем, почему выбрасываю, да, ну, здесь остатки, у меня сейчас столько замечательных палеток, и, собственно, я решила ни к чему, да, вот эту всю память-то хранить, пора бы уже выбросить. Далее, средство для губ от Avon, это, ну, как фломастер, да, или ручка, как бы правильно назвать, оттенок клубника, он вроде бы и не сухой, да, он еще вроде как что-то подкрашивает, но он уже неровно ложится, какие-то катышки появились, в общем, да, тоже пора на покой, три туши, я выбрасываю, во-первых, Evelyn Cosmetics с Варьете, с такой силиконовой щеточкой, по-разному у нас складывались отношения, прям поначалу мне очень не понравилось, потом вроде бы раскрасилась, вроде бы неплохо, потом как-то резко все опять стало плохо, поэтому я решила, ну, все, хватит мучить друг друга, расстаемся. Так, ну, еще одна тушь, я как раз брала в использовании, в декабре, уже поискала в своей косметичке, да, она была среди открытых, Maybelline The Felsa Slash Lift, использовала буквально пару раз, мне хватило, чтобы понять, что все, да, надо от этого ужаса избавляться, здесь уже щеточка вот такая, приталенная, ну, кстати, видно, что она еще и, можно ей пользоваться, она не сухая, ну, во-первых, как бы, у меня ресницы, вот, я параллельно использую тушь от Кольстар, она мне как бы укладывает реснички, то есть, они лежат все в одном направлении, с этой тушью они топорщатся в разные стороны, вроде бы она их и удлиняет, но смотрится так неаккуратно, аккуратно, да, что, ну, не знаю, мне такой эффект не по душе, и второй момент, она очень быстро начинает течь, вот, буквально там, я не знаю, снежинка, дождинка в глаз попадет, и все, пару раз я с ней вышла, и оба раза я была как панда, в общем, я решила, нет, нет, все, тоже хватит, не хочу, ну, и тушь, которая мне уже подзасохла, от Avon Color Trend, зеленого цвета, которую я брала, не помню уже каким летом, чтобы побаловаться, что называется, я не фанат цветных тушей, вот такой цвет, очень редко ее использовала, поэтому тоже решила, хватит хранить, пора выбрасывать, ну, и в довершении, такое, странное средство, да, я долго думала, что-нибудь с ним делать, и все-таки решилась выбросить, это Ocean, лосьон после бритья, от Новой Зари, объемом 100 мл, я не помню, откуда он появился в моем доме, кто-то, скорее всего, подарил мужу, но он у меня такими продуктами не пользуется, он вообще редко бреется, он сейчас предпочитает отпускать борд, он ее отпускает, отпускает, потом какой-то раз, там, на него что-то находит, он сбрил, и в этот момент он может взять, там, свой одеколон, и побрызгать, и, собственно, на этом дело закрыто, и вот такие лосьоны, да, которые нужно на руки наносить, потом на лицо, ну, совершенно в нашем доме не востребованы, передарить кому-то я это, опять же, не смогу, да, и, собственно, по срокам здесь уже, да, до апреля месяца, 2019 года, и я решила, что, собственно, все, там, буду выбрасывать, ну, такие пустышки у меня получились за два месяца, всем огромное спасибо, кто был со мной, всем пока, до новых видео, до новых встреч, до новых встреч, до новых встреч,